МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основная причина гибели людей на водоемах это несоблюдение элементарных правил поведения. Такое заключение сделал Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Органы внутренних дел продолжают кошмарить бизнес. На заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей рассмотрены многочисленные жалобы бизнесменов на действия силовых структур. Звезда грузинского джаза Нино Катамадзе выступила в Караганде. В честь празднования столетия государственной независимости Грузии состоялся благотворительный концерт известной певицы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основная причина гибели людей на водоемах – это несоблюдение элементарных правил поведения. Такое заключение сделал Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. В областном Акимате обсудили меры безопасности в предстоящий купальный сезон, а также итоги прошедшего паводкового периода. С 5 марта вся областная система гражданской защиты была переведена в режим повышенной готовности. В период паводка было построено более 40 километров защитных валов, отремонтировано более 10 километров дамб. Проведено спрямление, берегоукрепление и расчистка русел паводка опасных рек. Кроме того, проведены многочисленные работы по зачистке русел, водопропускных каналов и вывозу снега. В целом, паводковый период 2018 года прошел без серьезных последствий, но не обошлось и без подтоплений. Кратковременные, но значительные по объему осадки в виде дождя с 22 на 23 марта спровоцировали резкое таяние снега, в результате которого были зарегистрированы факты подтопления дворовых участков и жилых домов на территории города Тимиртау, Абайском, Бухаржуравском районах. 11 апреля из-за скопления ледяных наносов на реке Сабур-Божа произошло подтопление при дворовых территориях села Николаевка в Сокаровском районе. Помимо данных ситуаций, дежурной службой Департамента по чрезвычайным ситуациям были приняты 101 обращения об угрозе подтопления дворовых территорий и домов, которые также своевременно отработаны коммунальными службами городов и районов. Также за паводковый период было зарегистрировано 9 фактов переливов на участках автомобильных дорог республиканского областного местного значения. По завершению паводкового периода работы у Департамента по чрезвычайным ситуациям меньше не становится. С наступлением летнего сезона начинаются природные пожары. Заместитель Акимобласти Анатолий Шкарупа высказался за необходимость возрождения профессиональных пожарных отрядов в сельских населенных пунктах. На самом деле наши населенные пункты остаются незащищенными вот в таком случае, как Баршина, как Шубарколь, при том, что там живет население у нас. Непрофессиональные пожарные, вот те же самые добровольные пожарные, они не смогут бороться с огнем в тех условиях, которые у нас бывают. Но это не степной пожар. Мы сами не сможем отправить людей туда, потому что эти люди не готовы к этому. Поэтому мы ставим вопрос о необходимости добиваться в этих населенных пунктах профессиональных пожарных частей, которые будут в единой вертикали органов ЧС находиться. У нас такая же ситуация есть в Каркаролинском районе. Там бывшие районные центры, они у нас на сегодняшний день без защиты. Акимобласти Ирлан Кушанов отметил, что прошлым летом больше всего природных пожаров произошло в Нуринском районе. Это самый отдаленный регион. Глава области поручил решить вопрос о создании пожарного депо в поселке Баршино. Предстоящий купальный сезон. Эта тема также не обошла стороной внимания участников комиссии. В прошлом году на водоемах области утонуло 45 человек, среди которых 10 детей. Большинство трагедий случаются на водоемах, где отсутствуют спасательные подразделения. Глава региона отметил, что в этом вопросе большую роль играет профилактическая работа. Причина это первая, Анатолий Валерьевич, это купание в местах, не отведенных для этих целей. Незаблюдение элементарных правил поведения на воде. Оставление детей без присмотра. И распитие спиртных напитков. Вот причины. Мы это анализируем. Вот над этим все мы причины знаем. Мы плюс учите плавать детей. Вот над этим мы должны работать. Акимы, службы соответствующие, ЧАЭС и мы с вами. И должна быть проведена разъяснительная работа среди населения. Совместно с местной полицейской службой будут организованы рейды, в ходе которых будут штрафовать лица, нарушающие общественный порядок. Совместно с областным управлением образования департамент по ЧАЭС планирует организовать акцию «Безопасное лето». В ходе заседания комиссии был также поднят вопрос дополнительного обучения школьников плаванию. В завершение Акимобласти Ирланд Кушанов отметил, что из года в год на заседание комиссии по ЧАЭС поднимаются одни и те же вопросы. Настало время их решать. Он поручил заинтересованным службам применить все меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в любой ситуации. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Органы внутренних дел продолжают кошмарить бизнес. К такому выводу пришли участники 15-го заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей. На заседании рассмотрены многочисленные жалобы бизнесменов на действия силовых структур. В работе Совета приняли участие гости из Астаны. Предприниматели Карагандинской области не прекращают жаловаться на действия полицейских. Подавляющее количество нареканий на волокиту при расследовании уголовных дел. Кроме того, бизнесмены жалуются на действия сотрудников местной полицейской службы, которые проводят незаконные проверки. Правозащитники перечислили наиболее резонансные дела, а также отметили, что по некоторым жалобам удалось добиться положительного решения. К примеру, в 2016 году на Совете мы рассматривали жалобу ИП Шрайнер на постоянные проверки объекта сотрудниками Центрального отдела полиции. По результатам проверки прокуратуры района имени Казабекби города Караганды было внесено представление в УВД, проведены служебные расследования со стороны Управления собственной безопасности и за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководство Центрального отдела полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. Участники Совета отметили, что уже в пяти городах области выявлены факты противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Председатель Совета Серег Торигельдин выразил беспокойство по этому поводу. Оно превращается в тенденцию систему, причем нехорошую. Вот мы рассматриваем, последний раз, когда по Шахтинску рассматривали, я здесь сказал, назовите, напишите полностью фамилии и имя этих обицы, тут было четверо следователей, в какой должности, в каком звании, пусть народ знает, чем они занимаются. Потом я знаю, как говорили, у них служба внутренней безопасности очень серьезно за них взяла и работает. По приодерству был случай, когда предприниматель, женщина возрастом 50 лет, участковый медицинер в 19 часов ночи приглашал ее к себе, чтобы она давала объяснение. Но это вопиющие факты, понимаете? Поэтому мы бы в этих вопросах хотели, что они сделали. За всех полицейских ответ держал заместитель начальника областного департамента внутренних дел Кайрат Дюсимбеков. Он отметил, что озвученные факты единичны. К тому же служба внутренней безопасности уже провела расследование. Виновные наказаны. Все, что необходимо от нас, все, что необходимо, какую помощь, необходимо оказывать предпринимателям на каждую. И в том числе на общественном совете, и в том числе на личных встречах, разъясняем, изменение законодательства, разъясняем. Действительно были эти обращения, действительно были по этим четырем обращениям, были возбуждены три уголовного дела. Два из которых были прекращены за отсутствие состава преступления, как и посмотрел из гражданских правовых отношений. Кроме изменения законодательства, в статье 179 ГУК, четко внесли эту норму, где не рассматривают обращения, связанные с письменными договорными отношениями. Слова руководителя ДВД подтвердил заместитель начальника местной полицейской службы. Нурлан Рахимбеков отметил, что сотрудники полиции выполняют задачу по выявлению фактов правонарушения. И зачастую выявляют среди тех же предпринимателей в части соблюдения закона о запрете продажи спиртных напитков в ночное время. Итоги заседания подвел председатель Республиканского совета по защите паров предпринимателей. В прошлом – министр внутренних дел, генерал-полковник Каирбек Сулейменов. Он отметил, что противоправным действиям сотрудников полиции необходимо поставить заслон. Иначе это приведет к утрате доверия к верховенству закона. Самое главное – не допускать, чтобы нарастали негативные правоправительные практики. Чтобы не возникало тенденций, каких-то закономерностей, чтобы какое-то направление в деятельности правоохранительной системы получило какой-то неопротивный отрицательный эффект. В этой связи я хотел бы высказать вам такую рекомендацию. Здесь сидят областные руководители, большие руководители. Но надо обратить внимание, есть ли взаимодействие между структурами Атамикена и правоохранительными в районах, на местах. В работе заседания Совета также принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Булат Полымбетов. Он также провел личный прием и заслужил все проблемные обращения бизнеса. В частности, предприниматели волновали вопросы земли, проведение проверок госорганами и их результаты, законодательные и налоговые вопросы. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде прошли абаевские чтения. 34 участника со всей области боролись за главный приз – путевку на республиканский конкурс. В мероприятии приняли участие молодые люди от 18 до 35 лет. Лжан Жамаова читает отрывок из первого романа великого кыргызского писателя Чингизайт Матова «И дольше века длится день». Монолог матери о потере сына способен пробудить в зрителях самые разные эмоции. Именно по этой причине Лжан выбрала произведение Айт Матова, повествующее о мангуртах и страшных временах, которые им пришлось пережить. 20-летней конкурсантке довелось выступать самой первой. Девушка работает библиографом в областной библиотеке имени Абая. Для конкурса Лжан подготовила монолог матери из романа, так как это произведение произвело на нее сильное впечатление еще в школьные годы. Я считаю, что Айт Матов всегда актуален. Его произведение «И дольше века длится день» цепляет каждого. Я выбрала отрывки из монолога матери, чтобы передать свою боль, которую испытала героиня романа. Надеюсь, жюри высоко оценит мое выступление. У меня достойные соперники. Пусть победит сильнейший. Стоит отметить, что абайевские чтения проводятся десятый год подряд. Участие в литературном конкурсе приняли 34 карагандинца в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них были и представители других национальностей. Растущие из года в год число участников свидетельствуют о популярности подобных мероприятий среди молодого поколения. Несмотря на то, что конкурс носит имя основоположника казахской литературы, участники могут выбрать произведения и других авторов. За последние годы в положении конкурса произошли изменения. О них поведала руководитель управления по развитию языков Карагандинской области Гульнараим Конторбекова. За последние два года изменились условия конкурса. Ранее абайевские чтения проводились лишь для представителей других национальностей. Сейчас же в конкурсе принимают участие все желающие. Мы определим сильнейшего из 34 участников. Он и будет представлять Карагандинскую область на республиканской арене. Пока неизвестны точные даты проведения республиканского конкурса. Однако по традиции он проводится осенью после дня рождения поэта. В состав жюри вошли опытные журналисты, преподаватели казахского языка и артисты театра. Лучшим был призван ученик средней общеобразовательной школы номер 12 города Шахтинск Жуманбектас. Именно он будет защищать честь нашей области на республиканском конкурсе. Толжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Суть творческих работ по формированию одаренного ученика. Этой теме в Карагандинской школе номер 76 имени Алихана Букиханова посвятили специальный семинар, организованный в рамках программы «Рухани Жангру». В рамках мероприятия состоялась презентация сборника стихотворения учителя казахского языка и литературы Айнур Жаббаркуловой Айдидарла Арманом. В этой книге собраны лучшие произведения Айнур Жаббаркуловой, учителя казахского языка и литературы Карагандинской школы имени Алихана Букиханова. В своих стихотворных произведениях автор рассказывает о любви, о родине, о своей работе. Книга посвящена младшей дочери поэта. «Я и мое творчество более лирическое. В данной книге говорится именно об этом. В стихе я посвящаю не только любви, но и дружбе, родине и патриотизму. В сборник пошли почти 200 стихов. Я надеюсь и верю, что книга полюбится читателям. Мы выпустили 500 книг. Если будет спрос, надеюсь, будем увеличивать тираж». В сборник вошли произведения, созданные за последние 10 лет. Творчество Айнур Жаббаркуловой хорошо известно в Караганде. У нее уже есть свои поклонники среди коллег и учеников. «С Айнур Тургамбекуной мы знакомы очень давно. Я знакома ее с ее прекрасным творчеством. Своим творчеством она восхищает не только учителей, но и своих юных читателей. Она не только педагог с большой буквы, но и лучший друг. Я восхищаюсь ее талантом. Я желаю творческой деятельности и благополучия во всем». Презентация сборников стихов состоялась в рамках семинара. Карагандинские учителя, ученые литературоведы, акыны, собрались для того, чтобы обсудить важность творческих работ в формировании одаренного ученика. Участники «Круглого стола» отметили, что творческое развитие ребенка сугубо индивидуально. Поздние раскрытия художественной личности отнюдь не свидетельствуют об отсутствии таланта. Педагоги считают своей основной целью создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей. Андрей Танаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Центре развития бокса имени Серика Сапиева состоялось масштабное культурное событие. В честь празднования столетия государственной независимости Грузии был организован благотворительный концерт известной певицы Нинока Тамадзе и группы «Инсайт». Со вступительным словом на мероприятие выступил чрезвычайный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе. Благотворительный концерт приурочили к столетию государственной независимости Грузии. Знаковое культурное событие было организовано посольством Грузии при поддержке почетного консула Грузии в Карагандинской области Жаната Тусубекова. Один из приглашенных гостей, генеральный директор компании «Ромпетрол Грузии» Азаманбек Мирзаянов отметил, что между двумя народами давно сложились дружеские отношения, которые развиваются быстрым темпом. Я считаю, что дружба между нашими народами складывалась исторически. И на сегодняшний день это очень важно, потому что Казахстан в лице нескольких компаний, представленных Грузии, развивается потоке туризма. Вы знаете, что на сегодняшний день Грузия является одним из приоритетных направлений для казахстанских граждан. Также буквально вчера состоялся официальный визит вице-премьера Грузии в Казахстан. Также ряд министров посетили. И это на сегодняшний день свидетельствует о более тесном сближении и взаимодействии между нашими странами. В начале мероприятия гости насладились выставкой картин, написанных грузинскими и казахстанскими художниками. Позже начался и сам концерт, посмотреть который собрались сотни поклонников творчества Нино Катамадзе и группы «Инсайт». Со сцены к зрителям обратился чрезвычайный посол Грузии в республике Казахстан Цурапа Башидзе. Он подчеркнул значимость дружеских отношений между Грузией и Казахстаном, а также выразил карагандинцам свои теплые пожелания. Я очень благодарен этому и желаю вам, всех карагандинцам и казахстанцам, всего хорошего, всего наилучшего, здоровья, счастья, успеха, солнечного неба над головой, чтобы мы и праздновали вместе и сто пятьдесят лет нашей независимости. Спасибо огромное. Рахмет. Сакапулос. Джазовая исполнительница Нино Катамадзе с первых минут на сцене очаровала карагандинских зрителей. Каждое выступление певицы и группы «Инсайт» сопровождалось бурными аплодисментами. Стоит отметить, что публика на протяжении всего концерта была очень активной. Языковой барьер не стал помехой для гостей. Оживленный зал исполнял песни вместе с Нино. Нельзя не отметить, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на благотворительность. Товжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Театр «Астана-Опера» прибыл с гастролями в Караганду. 20 мая во Дворце культуры Горняков в публике будет представлена опера «Джаком Апучини» «Богема». За дирижерским пультом главный дирижер карагандинского симфонического оркестра Петр Грибанов. Гастроли проходят в рамках программы «Рухани Жангру». Если составить список пяти лучших итальянских опер, то, безусловно, «Богема» «Джаком Апучини» войдет в их число. Именно поэтому для гастролей столичный оперный театр решил выбрать популярное произведение выдающегося композитора. Пучини рассказывает о реальной жизни простых людей своего времени. И уже более века эта опера остается одной из лучших в мировом репертуаре. Партию «Мими» исполнит заслуженная артистка Казахстана Жанат Бактай. Рудольф – заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов. Спектакль состоится 20 мая во Дворце культуры Горняков. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауголстер. Редактор субтитров А.Семкин